здравствуйте дорогие друзья с наступающим праздником вас сегодня очень простое и очень вкусное блюдо ну в общем смотрите что что будет значит вот тут это от лени мыть мясорубку я соответственно взял такой вот в одном из роликов вы видели про кутер которые с двумя этажами ножей очень кстати удобная вещь я раскайфовал попробовал его в последнее время здесь у меня крошка вот эта крошка от остатков хлеба это мягкий хлеб не сушеный я сделал крошку у меня есть куриная грудка грудка вязкий материал я не очень люблю грудку скажем из грудки делать котлеты но всевозможные производные это вообще штука зачетная половинку луковицы какой бы крутой кутер не был я всегда говорю помогите ему сделать порученную ему работу лучше поэтому немножко надрезайте лук чеснок как ранее не кладу сюда яйцо черный перец но у меня микс пару щепоток дальше соль немножко и пробиваем 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 немножко сливок же нам еще надо у меня стояли где-то но это как будто бы мы размочили сливками и хлеб десятипроцентные так вкуснее будет пожирнее и повкуснее фарш полностью смешан вот смотрите несмотря на то что он вязки такой даже я бы сказал чуть жидковатый не бойтесь там у нас яйцо которое потом его стабилизирует яйцо в котлеты не часто добавляют и я всегда во всех котлетных роликах говорю не добавляйте яйцо она делает фарш деревянным для этих фрикаделек мелких вот яйцо подходит и оно должно там быть для того чтобы в маленьком формате в процессе там варки жарки не разваливалась странным образом звучит да но маленькие фрикадельки очень тяжело замешать вот у меня даже суп с фрикадельками это там покрупнее здесь я хотел прям совсем малышей их тяжело очень удержать и поэтому в азии например любые рыбные куриные фрикадельки их добавляют туда и крахмал и яйцо далее мне понадобится мука для панировки все теперь что делаем нужны маленькие фрикадельки их вот сюда вот об отсаживаем и сейчас как только несколько штук от сажу я их валим в муке или в крахмале формируем шарик и кладем вот сюда сковородку включили формочку достали ополоснули если вдруг она пыльная и сюда подливаем растительное масло так знаете прилично там у меня было небольшое количество сливочного поэтому я просто напросто добавил сюда еще и подсолнечное поэтому канон нагревается нам нужно сначала стабилизировать тефтельки то есть просто их термообработать со всех сторон не до готовности потому что до готовности мы будем это все дело еще соусом заливать вкус вкусным вообще как в атлетическом зале обязательно смазать порошочком а скалолазы так делают у них же называется это магнезия по-моему перс это высоко не кидайте иначе они плоские у вас из круглых в плоские превратятся я он один кинул такой будет вообще по идее их надо так вот а по закатывать как бы переворачиваем на другую сторону потому что масло растительное раскаляется ведь они румянится с одной стороны с другой стороны подрумянились сейчас буквально через минуту-другую можно их оттуда уже вынимать и все остальное делаем с другой партией то которая у нас еще на доске лежит теперь соус значит масло лишнее слил ну что там осталось буквально щепотку муки сюда прям чуть-чуть только для того чтобы не отсеклась сметана когда уже добавлена мука основная масса будет у нас на сливочном масле чайную ложечку все пусть там дальше мы сюда вываливаем сметану зависимости от того количества какое вы налепили фрикаделек ориентируйтесь я в принципе ориентируюсь на глаз все это хорошенько размешиваем огонечек маленький не надо там ее сильно сильно варить сметана и так продукт вкусно ароматный хотел было посолить но не буду смотрите рецепт этот я мне очень понравился у велима похлебкина до в одной из книг значит сухой мяты нужно обязательно добавить она дает очень невероятный вкус прям вообще я когда читал такой думаю мята это же открытие открытие значит немножко воды но буквально вот у меня здесь как раз ее столько и есть на пару столовых ложек мука заваривать сметану сметана и так продукт не скажем очень жидкий и сюда обязательно аджика с тех самых пор с летних я делаю аджику помните в ролике роль как и назывался самая настоящая грузинская аджика значит на кончике чайной ложки я чуть больше положил потому что я люблю острая но будьте аккуратны с этим особым элементом выкрашиваем в розовый такой цвет соус отдельно чеснок добавлять не вижу никакого смысла потому что в аджике его полно но и соответственно как только у нас соусная масса закипела видите соус получается довольно равномерный мука не дает ему расслаиваться также можно делать и с помощью крахмала но главная задача в том чтобы взять просто и залить сметанным соусом те самые шарики которые получились до этого отлично сметана с аджикой кстати очень вкусное сочетание если вдруг вы до этого еще не пробовали все очень и очень достойно все нужно распределять соус так чтобы у нас проник везде и ставим фрикадельки они маленькие полчаса не нужно их там держать я температуру даже поставил такой знаете оптимально 230 но я разогревала на 190 им нужно всего лишь прогреться 10 ну 12 минут максимум достаем буквально видите все шуршит супер гуд даже не знаю что сказать когда буду пробовать час я все перемешаю да но в любом случае вы же не будете ставить емкости в которой вы запекаете на стол но перемешайте ее и подайте например с макаронами вот с макаронами это получится чистой воды ленивые пельмени значит макарон у вас это тесто оболочка отдельно а мясо отдельно лучше всего делать эти фрикадельки крокеты шарики как удобно как угодно назовите лучше делать из курицы потому что курица очень вязкое мясо однородная текстура получается со свининой говядиной это все будет конечно такими но кусочками и более сухо чем нежели вот эту ну или бы больше добавлять сливок не знаю они начнут отсекаться в общем курица это самое благоприятное мясо так давайте пробовать вот зараза горячие на вкус слава вильяму похлебкину вкус потрясающий я же вроде ничего то не добавлял особого просто шикарно и мята в сметане с аджикой она делает ее какой-то такой вообще в общем если вы не попробуете вы никогда этого не поймете но фрикаделька из курицы она такая поролоновая немножко с воздухом внутри такая как поролонка и солите главное вот в меру потому что вот сейчас соль у меня прям чуть выше среднего и я прям кайфую мне рецепторы взрываются такие говорят ли чувак нужно еще одну фрикадельку раскусить и показать гостям что внутри чистое куриное суфле да то что я говорил про гарнир забудьте этого не надо делайте больше вот таких вот и без всякого гарнира без гарнира господа и дамы нижайший поклон спасибо за то что вдохновляете меня на вкусные рецепты я рад поделиться этими рецептами с вами до свидания